Всем привет! С вами снова Дмитрий Бекмаев. Сегодня мы начнем тренировку с очень приятного и такого освежающего комплекса, который раскроет наш таз, но при этом не будет так сильно напряжно. Мы будем делать это все мягко, как и, знаете, та релаксационная йога. То есть это все будет направлено на релакс для того, чтобы начать грамотно и приятно утро. Иногда будет, конечно, тяжеловато, но приступаем. Итак, ставим наш кулак под подбородок таким образом. Другую руку ставим на затылок и упираемся нашим подбородком в кулачок и плавно надавливаем на затылок другой рукой. Таким образом мы постепенно вытягиваем нашу шею. Можем сделать на другую сторону, другой рукой. Теперь берем плавненько себя под подбородок и плавно вытягиваем покачивающее движение. Мы не рвем, мы сильно не давим. Мы просто упираемся руками в наши скулы. Точнее, скула в челюсть нижнюю. Сейчас глупил. И вытягиваем постепенно, плавненько. Легкие движения. Теперь наклоняемся, ставим руки таким образом. Проворачиваем голову под подбородок, кладем на нашу руку, обхватываем и легкие такие движения. Скручиваем не сильно. Говорю сразу, не сильно. Движение должно быть просто мягкое. Дышим через нос плавно. На другую сторону. Оп, здесь я вправил позвонок. Смотрите, движение должно быть подбородком чуть-чуть, под 45. Мы не ведем подбородок к плечу, а чуть-чуть скручиваем подбородок вот туда вот, в 45 градусов. Легкие движения, напоминаю. Должно быть село впредь и на мягкое. После чего садимся. И разминаем наши кисти. Дышим плавно, размеренно. Никуда не спешим. После чего упираемся руками в наших коленях. И делаем локтями такие закидывающие движения. Локоть мы поднимаем. И вытягиваем. Вперед поднимаем локоть. И обратно тянем плечо. То есть мы проворачиваем, во-первых, плечом. Во-вторых, закидываем локоть. За счет чего мы тянем свою лопатку и грудной отдел. Управляем, можем управлять. И опять локоть назад. Такое плавное движение. За счет локтя вперед. И потом натягиваем плечо. Можем сначала круговое сделать. Например, круговое делаем. Видите, локоть пошел. Мы просто прогибаем. И обратно тянем. Работаем лопаткой. После чего ставим руки на одной линии с нашим тазом. Где-то от таза, сантиметров 15. Выпрямляем наши руки, локти. И делаем... У нас оторвался таз от пола. И делаем перекаты со стороны в сторону. Мы просто толкаемся руками. Плавненько разминаем. И вытягиваем нашу спину. Так как таз у нас внизу, такое движение по чуть-чуть вытягивает наш поясничный отдел. Из-за того, что мы делаем провисание. Но мы не висим на плечах. Мы оттолкнулись. Делаем такие легкие провисания. Садимся. Ставим нижнюю ногу. Вот таким образом. И верхняя нога стараемся положить на другое колено. И теперь ставим, например, у меня правая нога наверху. У меня вот в таком положении. Она у меня расслаблена. Правая рука в ту сторону. И делаем наклоны в одну сторону. Дышим ровно. Теперь кладем одну руку на колено верхнее. Другая берется за голеностоп. И делаем такие движения. Круговые в тазу. Когда мы в одну сторону наклоняемся к стопе. У нас поднимается колено. Потом делаем круг. Колено опускается к нижней стопе. Так мы раскрываем свой тазобедренный. И плюс освобождаем наш крестец. Очень удобное и приятное упражнение. Помогает при проблемах с седалищным нервом. Оно болючее. Ну ничего. Расслабляемся. Ставим ногу вниз. Теперь другая нога идет поверх ноги. Стопа у нас кладется на колено. Другое колено над стопой. Ставим другую руку. У нас левая нога сверху. Значит левая рука в сторону. И наклоны в другую сторону. Дышим ровно. Опять же. Одна рука кладется на колено верхнее. Другая на голеностоп. И делаем круговые движения. Сначала мы наклоняемся к стопе. Потом перекат на колено. При этом помогаем рукой давить колено и ложить его на нижнюю стопу. Расслабляемся. Кладем стопа к стопе. И будем делать элементарную бабочку. Опять же напоминаю как это делать. Мы обхватываем свои стопы. Большие пальцы упираются в область между суставом большого пальца стопы. И указательным пальцем стопы. Обхватываем. Давим. Руками. Для того чтобы раскрыть свой таз. Делаем легкие движения. Локтями мы упираемся в наши бедра. И плавно раскрываем свой таз. Это только поделали. Мы приподнимаемся. Становимся маласану. Стопы у нас смотрят прямо. Ноги у нас на ширине плеч. Теперь смотрите. Подаем. Нуки вперед. И делаем такие круговые движения. Нашими ногами. Потом в другую сторону. Чувствуйте баланс. Старайтесь расслабиться. Делаем все медленно. Плавно. И в другую сторону. И в другую сторону. Коленки у нас под тазом. Руки ставим шире плеч. Это вот на такую дистанцию. У меня где-то метр. Коленки обязательно под тазом. И теперь делаем такие отжимания. Касаемся нашими плечами пола. У кого-то легко получается. Мы можем встать горизонт. И такие отжимания делать. Как только поделали. Становимся на корточке. И делаем кошка-корова. Вдох. Вдох. Выдох. Тянемся грудным отделом к потолку. Ягодицы напряжены. Вдох. Выдох. Прогиб. Вдох. Выдох. Выдох. Делаем произвольно. На выдохе всегда мы вытягиваемся. Выдох. 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 теперь мы ложимся в младенца и теперь просто поднимаемся собака мордой вниз в данном положении напоминаю что мы управляем спину поднять собака морда вниз и делаем такие вот перешагивания сохраняя положение нашей спины выходит собака морда вверх провисли и делаем круговые движения в плечах в одну сторону потом в другую поза младенца 3 глубоких выдоха вдох 4 секунды выдох 8 3 глубоких выдох вот такой приятный мягкий комплекс благодаря которому вы сможете очень легко и приятно начать свой день при этом согрев все свои кости и вставить все свои позвонки после хорошего сна и так подписывайтесь на мой канал делитесь моими видео со своими друзьями знакомыми поддерживайте наш проект на патреоне ссылки все есть в описании канала хорошего вам дня с вами был битмаев чем всем здоровья